Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим наше путешествие по книге Ти-Лим. Шестнадцатый псалом, а то мы так напурим прервались. Во-первых, этот псалом входит в так называемую группу десяти псалмов Тикун Клали, он первый из них. И это псалмы исправления, и даже это уже показывает, насколько это важный, насколько это серьезный псалом. Написали, что особенно полезен этот псалом в нашем поколении, по целому ряду причин, потому что он исправляет всякие нарушения, в том числе и нарушения, связанные с Бритом. Что еще говорят мудрецы про этот псалом? Если что-то в доме, не дай бог, украли, или пропало что-то, и вы хотите узнать, кто это сделал, то читают этот псалом, и необычным образом приходит ответ на этот вопрос. Есть еще одно, для чего читают этот псалом, напизывается, это открытие сердца. Тора, самое главное, что для нас есть, учить Тору духовность. Если это не проникает, что делает человеку, если не пролазит это? Чувствуешь, что это не то, что там даже не доходит до тебя, а вот не входит в сердце, не ложится, не впитывается. Читают этот 21-й псалом, и написано, что это сердце из камня, он может этот псалом раздробить. Этот псалом читают для примирения с врагами. Если спор с кем-то, ты хочешь решить что-то миром, если ты хочешь помириться с какими-то врагами, если ты не хочешь этого конфликта, читают этот псалом, он очень помогает, говорят каббалисты. Когда просто опасность какая-то, ты чувствуешь духовную или физическую, если тебе требуется помощь и даже спасение, то читают со средоточением на четвертую строчку, в ней зашифровано имя Бога, которое блокирует негативные силы. Поэтому многие рекомендуют читать этот псалом. Вообще пишут, что 16-я, один из самых радостных и светлых, сияющих написано, глав Тора. Есть еще одна очень волшебная вещь в этом псаломе, есть очень сильная нужда в чем-то, или просьба, или очень важная вещь. Что говорят каббалисты? Читаешь этот псалом, доходишь до 5-го пасука, 1-й читаешь, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й читаешь 7 раз, и потом опять 6-го продолжаешь как обычно. И закончив этот псалом, высказываешь, ну в виде молитвы, говоришь человеку Богу эту просьбу, которую ты хочешь. И это очень сильно действует. Тем более, что этот же 16-й псалом каббалисты определяют как очень важный для принятия молитвы, чтобы молитва твоя была принята наверху. Есть еще большие слова в этом псаломе, которые говорят нам о том, что представляю все время Бога пред собой. То есть здесь нам раскрывается в этой золотой песне суть того, что важно человеку в этой жизни. Если ты можешь представлять Бога перед собой, то очень многие вещи ты не сделаешь, и ты можешь, наоборот, многие сделаешь. Слово «мехтам», которое вообще начинается, этот псалом, это вот для переводчика его определяли как одно из самых интересных, потому что в современном иврите это короткая там какая-то острая эпиграмма, а в книге «Тегелим» совершенно другое первоначальное значение. И есть такая книга «Мецудат Цион», и они говорят, что жанр вот этой 16-й главы определяется как «золотая песня». И по мнению «Раша», который ссылается тоже на известный «Медраж», то это нечто вроде короны «Мехтам», или даже защитного шлема для головы. Поэтому многие считают, что этот псалом подсказывает нам, что он псалом очень высокого духовного уровня защиты. Точнее, уровня духовной защиты. Ну вот, пожалуй, все, что хотелось сказать. Брахава от слаха всего самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok